В Харцизке две многоэтажки до сих пор остаются без тепла. В Зугрессе ждут начала отопительного сезона жильцы пяти домов, три из них ОСМД. В Иловайске теплоноситель подается во все многоквартирные дома без исключения. Сегодня на очередном аппаратном совещании, которое провела глава администрации Харцизка Виктория Жукова, именно с этой актуальной информацией начинали свои доклады чиновники. В связи с крайне напряженной ситуацией по заболеваемости коронавирусом, аппаратные совещания в Харцизке по-прежнему проводятся в формате видеоконференции. О том, как проходит в городе отопительный сезон, сообщила начальник управления ЖКХ Ирина Дудко. В работе находятся все 22 котельных. Подключены к центральному отопрингу 373 жилых дома, 14 школ, 13 детсадов, больницах и 12 прочих объектов социальной сферы. Подключены от центрального отопринга на сегодняшний день по причине необходимости ремонта внутренней системы 2 жилых дома. В Зугрессе на сегодня остаются без тепла 3 ОСМД и 2 дома, которые обслуживает местное коммунальное предприятие. На всех объектах идет ремонт, уточнил глава администрации города энергетиков Роман Гладких. В городе железнодорожников в опросе теплоснабжения все благополучно, заверил глава администрации Лавайска Руслан Дудников. По состоянию на сегодняшнее утро все 105 жилых домов получают теплоноситель без перебоев в аварийной ситуации. Все 7 котельных филиала «Торцесс-город теплоснабжения» находятся в работе. Из-за важного температурного графика подают теплоноситель потребителям. Также вся соцсфера – это три школы, три детских садика, больница и поликлиника получают теплоноситель. Не остаются без внимания местных властей вопросы благоустройства, в том числе и после актуального ремонта подземных участков теплотрасс. Теплосеть проводила ремонтные работы рядом с детским садиком по улице Ливина. Жители жаловались на обману устройства в принадлежной территории. После проведения работ в этой неделе теплосеть будет закрывать ордер, заканчивать ремонтные работы и спормирует пластикладку, просто держим на контроле. В поселках подведомственных администраций Троицка-Харциска в октябре не обошлось без аварий на коммуникациях. 14-15 октября было аварийное отключение на Агроссийской линии. До момента установления аварии в поселке Шахное по улице Троицка-Харциск переведены на Зуресовскую линию. Без света оставалось 1689 абонентов. Всю неделю с 6 октября по 11 октября на поселке Широкое проводились минутные работы на водоводных сетях. Есть пары и продолжают работу. Но когда пары устранили, люди успели набрать воды, сделали запас воды. На данный момент люди опять находятся без воды. Более сотни тройчан записались на вакцинацию от коронавируса и рассчитывают на приезд в поселок Передвижного прививочного пункта, дополнила свой доклад Наталья Марушка. О происшествиях в Харциске по линии МВД сообщил замначальника городела полиции Михаил Кияшко. Зарегистрировано тяжких преступлений 2, с остатка не раскрывается. Количество задержанных лиц составило 16 граждан, из них за нарушение комендантского часа 13 человек. Смертельных случаев 83, из них криминального характера 1. Заместитель главы администрации Харциска Марина Ефремова попросила участников совещания на следующей неделе включить в отчеты информацию об уборке листвы. Жители ДНР, ставшие недавно гражданами Российской Федерации и собравшиеся получить на территории республики страховой номер индивидуального лицевого счета, то есть СНИЛС, должны поторопиться. Эту услугу миграционные службы ДНР будут оказывать только до 15 ноября. Ситуацию прокомментировала депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова. Подать заявление на получение СНИЛС и подтвержденной учетной записи можно двумя способами. На территории республики и за пределами республики на территории Российской Федерации. Если вы уже получили паспорт Российской Федерации и только думаете, получать вам СНИЛС или не получать, то хочу обратить внимание, что на территории республики это можно будет сделать до 15 ноября. Почему так? Давайте объективно. Прием заявлений таких на территории республики начался 22 июня. 5 месяцев. Я думаю, всем желающим было достаточно времени, чтобы подать такие заявления. Тем более, для приема таких заявлений привлечены сотрудники миграционных служб, которые вообще-то обязаны принимать документы на паспорт ДНР. Мы знаем об очередях на паспорт ДНР. И, наверное, пришло время им возвращаться к своим непосредственным обязанностям. Конечно же, подача заявления на СНИЛС и подтвержденную учетную запись на территории республики имеет свои преимущества. Подать заявление можно как уже имея паспорт Российской Федерации, так и при повступлении в гражданство Российской Федерации. Если уже у вас есть паспорт Российской Федерации, то подать заявление на СНИЛС и подтвержденную учетную запись можно в любой миграционной службе. Перед тем, как идти в миграционную службу, нужно сделать три важных шага. Первый – это создать электронный почтовый ящик в доменной зоне РУ. Второй пункт – это нужно скачать с сайта миграционной службы ДНР заявление и заполнить его дома по инструкции, которая есть на сайте миграционной службы ДНР. Ну и третий шаг – это сделать ксерокопию паспорта Российской Федерации, первая страница и страница с пропиской, даже если там нет штампа. И подготовить две фотографии, три на четыре, которые отличаются от тех, которые у вас в паспорте Российской Федерации. Также подать заявление на получение СНИЛС можно своим детям здесь на территории республики. Для детей младше 14 лет необходимо свидетельство о рождении на русском языке, либо нотариально заверенный перевод. А для детей, которые старше 14 лет, необходим паспорт Российской Федерации, причем внутренний. Если паспорта нет, то подать заявление на СНИЛС здесь, на территории, нельзя. На самом деле, процедура получения СНИЛС и подтвержденной учетной записи на территории Российской Федерации не такая сложная, как многие могут подумать. Необходимо сначала выехать на территорию Российской Федерации лично и оформить там СНИЛС в Пенсионном фонде Российской Федерации. Единственный нюанс это то, что придется для подтверждения учетной записи приехать во второй раз. Еще очень важный момент, что это все оформляется бесплатно и занимает 10 минут. Оформляем мы СНИЛС в Пенсионном фонде Российской Федерации, а подтверждаем учетную запись в многофункциональном центре. Поэтому, если у наших граждан есть паспорт Российской Федерации и они, узнав всю информацию, решат все-таки получать СНИЛС и подтвержденную учетную запись здесь, на территории, без выезда, то у них есть еще целый месяц, чтобы воспользоваться этой возможностью. Ремонт напольного покрытия в детско-юношеской спортивной школе номер 2 выходит на финишную прямую. Деревянный настил в ДСШ не менялся более 30 лет. За это время он полностью пришел в негодность и тренироваться акробатам стало просто небезопасно. С утра до обеда ремонт, после обеда и до позднего вечера тренировки. Такой график установлен в детско-юношеской спортивной школе, поскольку бригада плотников не успела выполнить запланированный объем работ до начала учебного года. В течение четырех месяцев эта работа ведется. Основная часть была сделана во время летних каникул. Когда не было детей в зале, около 200 квадратных метров на данный момент уже заменено. Дю США номер 2 была сдана в эксплуатацию в конце 80-х годов прошлого столетия. Спустя какое-то время из-за высокой влажности и неполноценного проветривания деревянные лаги под дощатым настилом превратились в труху. И в некоторых местах пол стал попросту проваливаться. Коллектив школы делал все возможное, чтобы поддержать спортзал в пригодном для занятий состоянии. Но окончательно решить этот вопрос удалось после того, как был получен гуманитарный брус из Российской Федерации. Бригада плотников, трудоустроенных городской службой единого заказчика по направлению центра занятости, тут же приступила к долгожданному ремонту. Плотники и подсобные работники работают отлично, трудятся на совесть. У нас добросовестные плотники. Наши работники, работники нашей школы очень довольны ремонтом произведенным уже. Дети также счастливы. Из-за того, что поступившие для ремонта пиломатериалы оказались совсем не подготовленными к использованию, бригаде плотников службе единого заказчика пришлось вручную перебирать несколько кубометров шестиметрового соснового бруса и проводить дополнительную его обработку, в том числе и специальным средством против возгорания, поражения грибком и насекомыми. После того, как напольное покрытие будет заменено полностью, останется его покрасить. И можно будет приступать к полноценным занятиям. В минувшие выходные на автодорогах республики сотрудниками ГАИ было выявлено 465 нарушений правил дорожного движения, в их числе 42 факта управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Зарегистрировано 18 ДТП без пострадавших и 5 с пострадавшими. Два человека погибли и еще 7 получили травмы. Среди последних оказался школьник, который на своем велосипеде угодил под колеса автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие, в которое угодил 9-летний школьник, произошло в Буденновском районе Донецка. Подросток на велосипеде выехал на проезжую часть и врезался в восстановившийся автомобиль. Ребенок с травмами доставлен в больницу. В результате отсутствия навыков управления и нарушения правил дорожного движения, юные велосипедисты нередко становятся участниками ДТП, получая травмы. В текущем году на автодорогах республики совершено порядка 10 ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов, в которых 10 ребят были травмированы. Каждая вторая автоавария из этого числа совершена по причине нарушения ПДД юными велосипедистами. Подростки, выезжающие на своем велосипеде на дорогу, должны осознавать, что они являются полноправными участниками дорожного движения, а значит, должны знать и соблюдать соответствующие правила. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться в пределах пешеходных и жилых зон, во дворах, на стадионах, в пришкольных территориях, в парках, либо в специальных площадках, где нет движения автотранспорта, а также только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Дети-велосипедисты в возрасте до 7 лет должны ездить в пределах таких зон исключительно под присмотром взрослых. Правоохранители напоминают родителям о необходимости ежедневного контроля досуга несовершеннолетних в период каникул, а также призывают не давать кататься на велосипеде детям, не имеющим навыков вождения и незнакомым с правилами дорожного движения. Многие харцезяне, чьи каждодневные пешеходные или автомобильные маршруты пролегают через путепровод, хорошо знают, что после каждого приличного дождя на перекрестке улиц Нахимова и Клары Цеткин образуется внушительных размеров лужа, доставляющая много неприятностей как пешеходам, так и автомобилистам. И вот, наконец, решить эту проблему со стажем было поручено коммунальному предприятию «Стимул», получившему в свою очередь в качестве стимула соответствующую финансовую поддержку. Как только в начале октября предприятию было выделено необходимое для восстановления ливневой канализации финансирование, сотрудники «Стимула» тут же приступили к обследованию местности в районе съезда с путепровода и решению задачи. Там всегда были большие лужи, и оказалось, что там когда-то, когда-то, очень давно, был все-таки ливневый слив, ливневый желоб. Мы его сейчас уже восстановили, там оказалось, был бетонный, мы там сделали кирпичную кладку, бетонную подливку, восстановили тоже решетку ливнеприемного колодца. Я надеюсь, что луж больше не будет, это позволит нам и зимой уйти от этого гололеда, который постоянно там стоял от вот этих вот наледей и всего остального. Ну и как бы автомобилистам нормально проезжать эти участки, не тонуть. Сегодня по трассе ливневой канализации лежат плиты. После того, как осядет грунт, их уберут и для укрепления ливневки сделают цементную стяжку. И в конце выпуска, что называется, о наболевшем. В Донецкой Народной Республике поставлен очередной антирекорд по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В пересчете на 100 тысяч населения мы примерно в два раза опережаем по этому показателю, например, Российскую Федерацию. Подробности в нашем кратком обзоре. 1100 новых случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано вчера в медучреждениях республики. Кроме того, Министерство здравоохранения ДНР сообщает о еще 96 пациентах, которым диагноз был установлен клиника эпидемиологически. Таким образом, антирекорд прошлой недели был побит. Пугающее 1105 сменила очередная неутешительная цифра 1204. Всего на лечении сегодня находятся 12 336 пациентов с коронавирусом. Практически на прежнем уровне остается число диагностированных пневмоний. За сутки прирост заболевших воспалением легких в ДНР увеличился на 422 случая. Всего на лечении находятся 3930 пациентов с пневмониями, 1752 из которых на кислородной поддержке. Рекомендации Минздрава ДНР по поводу маски, мытья рук и социальной дистанции все, наверное, уже давно выучили наизусть. Осталось приучить себя к их неукоснительному выполнению. Будьте вдвое осмотрительнее и осторожнее, чем обычно. Берегите себя и до встречи на канале ТВ-сфера. По инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ 20 октября отмечается День повара. Кроме лиц, изнуряющих себя нарзанами и диетами, все мы отдаем должное поварскому искусству по несколько раз в день, поедая блюда как любительской кухни, так и высокопрофессиональной. Как говорят в народе, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Древние греки, считавшие, что любая человеческая деятельность нуждается в высоком покровительстве, выделили для поварского искусства специальную музу – кулину. Поэт Роберт Рождественский имел по этому поводу собственное видение. «Ведь если где-то существует Бог, его я вижу у плиты великой, распаренного с черпаком в руке, с загадочной доброй улыбкой и непременно в белом колпаке». Тесно связаны с кулинарией и тема погоды. Облака у многих ассоциируются то со сладкой ватой, то со взбитыми сливками. И все это великолепие плывет откуда-то из кухни погоды. На роль этой самой кухни претендовали и Арктика, и Антарктика. Справедливо, что для Европы зоной формирования погоды является взаимодействие азорского антициклона с Исландской депрессией. На 20 октября на этой климатической кухне для нашего региона приготовлена неплохая погода. Днем переменная облачность, температура воздуха около 8 градусов, северо-западный ветер 4-7 метров в секунду. Ночью облачно, температура воздуха 4 градуса, юго-западный ветер 5-8 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова